Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории Иван без цензуры, расскажет рокер Волощу. Здравствуйте! Кто накормит голодных москвичей? Есть такие люди или нет? Конечно, присаживайтесь. А то нам грозились у вас там на ресепшн, что нас тут вкусно накормят. Очень вкусно. Прям угрожали. Говорят, идите отсюда, туда прям. Вот мы решили прийти проверить, как тут у вас обстановочка. Очень вкусно будет вам. Я уже говорил, я не могу не верить красивым женщинам. Ну не могу. Я вот такой человек, когда-то устроен я. Вы понимаете, люди? Вот так вот, угродили меня вот таким. Давайте, показывай, у кого садится. А какой у вас самый блатной стол? Какой самый такой? В уголочке? А-а-а, спасибо. Главное сделать вовремя хороший комплимент, да? Красивая женщина. А вот эту вот шкуру куда бросить? Ну что, ударим по моим телесам вкусной едой. Вкусной, да. Попробуем? Поднабрать чуть-чуть жирку. Пойдемте, Елена Ивановна. Грозятся, что вкусно все. Пойдемте. Есть океан под названием рок-музыка. Вот я его житель. Я такая морская речная щука. Поэтому я обычно ем только рыбные блюда. Я спробую, как они мои. У нас очень вкусные. А, вот он. Сейчас будем проверять. Поэтому мне тигровые креветочки. Под каким там соусом? Тартар? Тартар, да. Я, конечно, всегда беру везде, где бы я ни был, я беру котлеты из щука. Я щука. Но у вас тут котлеты из лосося. Попробуем. Достоин ли он лососик-то тягаться со щукой? Ну, несмотря на то, что я морское животное, я очень люблю улиток виноградных. Для бургонь. Сделайте мне улиток. И? Ну, я же русский человек. Ну, как я могу без драников со сметаной? Ну, скажи, это можно русскому человеку или нет? Нет, без драников нельзя. Вот, вот. Мудрая женщина. Мудрая. Красивая и мудрая. А это редкость в наши дни. Елена, только вот вас я нашел. Которая красивая и мудрая. И вот, слышишь, и опять. Тут подрастающее поколение неплохое, а? Поэтому вот это. Бутылочку боржоми мне. Я же бросил бухать. Пить бросил. Уже два года не пью. Два с половиной. Не даст соврать. Жена не даст соврать. Друзья обижаются. Говорят, ну, ты что? Ну, давай расстраграмимся. Все. Ребята, все, хватит. Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни. И радость творчества. А это выше, чем радость вот этого дела. Мне не верят. Я им говорю, люди, попробуйте. Я говорю, попробуйте рок-н-ролла сочинять. И вы будете счастливы. Вам никогда водка не нужна будет. Не верят. А глядя на меня, я вот 60 килограмм сбросил, да, за два года. Они уже думают, ну, че, может точно взяться за рок-н-роллы. Друзья уже думают. Задумываются бросить бизнес из-за рук-н-роллы. Спасибо, ждем. Ну, сейчас попробуем. Посмотрим. Выдержит ли Аркадий Новиков конкуренцию. И Алексей Горевой из Сирены. Из рыбного ресторана. Прекрасный повар. Вот такой вот. Посмотрим. Принесли эскарго-ля-бургонь. Улиточки виноградные. Виноградные. Отмечаю. Очень грамотно сделано. Что грамотно? Редко в ресторанах подают щипчики под этих. Потому их тяжело потом выковыривать. Оно болтается. А здесь щипчики подали. Это, обращаю внимание, любители рок-музыки. Что щипчики подали? Чтобы улиточки в руках не болтались. И что еще грамотно? Французский багетик. Он очень хорошо гармонирует с французскими улитками древесными. Рекомендую. Зарабатывать побольше денег на концертах. И заказывать в ресторане усадьба. Улиточки ля-бургонь с хрустящим французским багетиком. Вот они, виноградненькие, пахучие. Ну что хочу сказать. Неплохо. Я больше люблю чесночный соус, но все равно неплохо. Тигровые креветки с соусом тартар. Ну что, улиточки эскарго ля-бургонь попробовал. Хорошие, вкусные. Великолепные. Удобно есть с этими щипчиками. Все классно. Получил удовольствие. Прямо хорошо так пошли. А теперь хочу попробовать, как они умеют делать тигровые креветки. Я их тоже очень люблю. И с таким хорошим соусом. Я попробую. На что они тут способны? А ну. А ну-ну-ну-ну-ну. Хорошо сделали. Грамотно. Креветки свежие. Грамотно посолены. Чуть-чуть. Соус вкусный. И они приправлены различными травами. Придают такой и запах, и вкус. Прикольный. Очень-очень прикольно. Мне нравится. Очень хорошо. Очень хорошо. Молодцы. Не обманули. Вкусно. Улитки прекрасные. И это неплохо. Будем пробовать дальше. Потому что главное блюдо дня, это же вы понимаете, что это драники. Без драников никуда. Принесли котлетки из лосося. Сейчас мы проверим, узнаем, кто мощнее, щука или лосось. Я считаю, что щука это царь рыбы. Самое главное. Сейчас проверим, кто на что способен. А ну-ка. А ну-ка. А ну. А ну. А ну. А ну. А ну. Неплохо. Вкус лосося. Настоящий вкус. Но мне больше нравится вкус щуки. Щука победила. Она не могла не победить. Я же волощука. Поэтому он был обречен на проигрыш. Но вкусный лососик. Вкусный. Уважаемый любитель рок-музыки. Вкусный. Но проиграл. А куда ему деваться. Когда тут сам волощук сидит. Он всегда за щуку голосует. Ну-ка. Ну вот оно. Главное блюдо дня. Потому что для русского человека, особенно с хохлятскими корнями, какое может быть самое главное блюдо? Вот угадайте. И не угадали. Не драники с сало. А драники на втором месте. Вот их мне и принесли. Сейчас попробуем. А сметанки я просил побольше. Потому что вы знаете. Кашу маслом не испортишь. А драники сметаны точно не испортишь. Сейчас попробуем. Умеют или нет. Хрустят. Это же одно из главных, отличительных качеств хорошего бульбяничка. Хорошего драничка. Бульбяничка это по-белорусски. Хорошего драничка. Чтобы он хрустел. И чтобы он был внутри беленький. Беленький. Потому что если ты долго трешь картошку, она темнеет. И точно посоленный. Мы уже про соль говорили. Только смелый, талантливый повар солит в точку. Трус боится солить. Не умел, а пересаливает. А тут повар грамотный, грамотный, грамотный. И смелый. Потому что умный повар. А почему умный? А потому что смелость и ум. Это слова-синонимы. Это я вам секрет раскрываю. Смелость и ум. Поэтому, ребята, действуйте. Ну что? Я же вам не сказал про самый главный критерий хорошего драника. Это, конечно же, неотразимый вкус. Вот здесь он присутствует. А он появляется только тогда, когда человек профессионален. Это раз. Смел. Это два. И третье. Когда он любит свое дело и вкладывает в нее душу, свою энергию. Если у человека нет энергии, если он ни то, ни сё, ни рыба, ни мясо, то такая еда будет, как жвачка. А когда у человека есть струна, есть харизма, в любом деле абсолютно, в музыке, в литературе, в живописи, в машиностроении, где угодно, в строительстве, то это будет проявляться и в его творениях, в архитектуре, в зданиях, в производстве бензина, в чём угодно. Если есть харизма, если есть струна, если есть гражданская позиция, то это будет отражаться и в деле. В песнях, в стихах, в драниках. Вот прекрасные драники. Вот всё я хочу сказать. И сейчас-то уже поздновато, а завтра я повару пожму руку. Вот такой повар. Щёчки. Уверен, неотразимые. Если всё было хорошо, то это тоже должно быть хорошо. Уважаемый любитель рок-музыки, а как не произнести тост под такую закуску, а? Тем более боржоми мне принесли. Ну что вы, это невозможно. Как боржоми без закуски, без тоста? Это нельзя. Это ж грузинский напиток. А грузины тосты любят произносить. У них это целое искусство. Поэтому я хочу произнести тост, подражая самым красноречивым представителям грузинского народа тост. Хочу выпить за нашу русскую рок-музыку. За то, чтобы она стала снова популярной. Чтобы она стала очень оригинальной, неподражательской. Чтобы в неё вернулась поэзия, настоящая, которую те наши первые. Автограф, машина времени. Вот те вот закладывали. Чтобы она стала популярной во всем мире. Чтобы нам подражали, а не мы. Всё время подражаем. Тащим отстой оттуда, из Европы, из Америки. Уже отстой, отстой, отстой гонят. И это подражательство одно на другое похоже. Вот за это хочу выпить. За оригинальную, неподражательскую, великолепно звучащую, поэтичную русскую рок-музыку. Давайте, давайте. Дай бог нам процветания всем. Ну, хочется вас поругать, а не за что. Вот думай, за что ж поругать. Драники вкусные. Рыба прекрасная. Улитки потрясающие. А креветки вообще. Ну, смогу я похудеть так или нет? Хорошего человека должно быть много. Ну, я надеюсь, что я хороший человек. Как вы считаете, уважаемый любитель рок-музыки, хороший я человек или нет? Как вы думаете? Вот, красивые женщины говорят, что я прекрасный человек. Спасибо вам огромное. А то не верят. Ну, не верят. Я им говорю, я все прекрасный человек. Вы что там, вы ругаете меня. Критикуете весь с тобой музыку, мои рок-н-роллы. Я прекрасный человек. Особенно, когда наемся, и пойду прилягу. Зубами к стене. Ну, все, спасибо вам. До завтра. До завтра. Будем завтра ругать вашего повара. Все, давайте. Хорошо. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощу.